Победа! Вот так был дан старт празднествам, посвященным Дню города и 200-летнему юбилею Храма Святого Георгия в Тараклии. Начало мая для района особенно насыщенное. Совсем скоро День Победы. Очень примечательно, что именно сегодня, в День Святого Георгия, Георгия Победителя, Георгия Победоносца, знамя Победы именно здесь, в Тараклии, на площадях и на улицах этого замечательного болгарского, молдавского города было развернуто. Сегодня наше с вами поколение, это последнее поколение, которое застанет живых ветеранов, которых с каждым днем становится все меньше и меньше, и в некоторых населенных пунктах уже не осталось. А в некоторых населенных пунктах, как в моем родном почти 40-тысячном городе Сорока, осталось всего 4. Наверное, вот такие вот даты, как сегодня, 6 мая и такая вот акция, она нам позволяет задуматься и понять, где он свет в конце туннеля, о котором мы часто с вами иногда на кухне, иногда не только на кухне обсуждаем и говорим. Где найти этот оптимизм? Так вот, это наши традиции, это в том числе наша история, которая позволяет нам, выучив уроки, заглянуть в наше общее будущее. Святой Георгий Победоносец, который на известных изображениях изображен как человек, который расправляется с этим чудищем. И, наверное, вот это вот слово «победа» над теми моментами и проблемами, с которыми мы сталкиваемся, несправедливость, непорядочность, лицемерие, подлость, коррупция, отсутствие рабочих мест, все, что мы с вами знаем, мы должны с вами понять, что мы можем вместе это все преодолеть. А в это время в храме святого Георгия Победоносца шла праздничная служба, которую провел епископ Когульский и Камрадский Анатолий вместе со священнослужителями из Болгарии и Молдовы. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь к Богу и Отцу и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Звучит песня sounds Иopezев Тускарного Духа А点sten «Ви再WHИ Болгарии» Господа! Благодарим Господа! 200 лет исполнилось храму святого Георгия. В этот день в церкви и яблоку не было где упасть. По случаю юбилейной даты среди прихожан президент страны Игорь Дадон. В день своего покровителя церковь особенно красивая. Повсюду цветы, горящие свечи, хоровое пение и молитвы за здравие, благополучие и процветание. Завершилась праздничная служба крестным ходом. Звон колоколов разносился на весь город. Слышан он был и на центральной площади, несмотря на то, что там уже началась концертная программа. Хоть дни рождения города всегда проходят красочно в Тараклии, без изюминки они не обходятся. В этом году это авторская песня музыканта Сергея Берова и его группы «Бессарабиамикс». Песня «Бессарабиамикс» Рай на буджакской земле – это не единственное, что есть у тараклийцев. У них есть еще свой собственный президент республики Молдова. Так себя назвал Игорь Дадон в своей поздравительной речи к жителям и гостям города. Молдаване, болгары, гагаузы, другие этносы, украинцы, русские – все мы единый народ. Мы молдаване. Мы граждане Молдовы. И мы этим гордимся. И мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить эту страну вот для наших деток. И поверьте, вместе мы обязательно это сделаем. Я от души хочу вас поздравить с этим красивым, прекрасным праздником. «Святой Георгий, победоносец, знаете, не случайно на знамена Штефана Великого был именно святой Георгий. Не случайно, что храм вашего города – святой Георгий. 204 года, кто-то говорит, мало, много, я считаю, что это очень важно. И это показывает, что в нашей стране разные национальности могут жить в мире». Кроме совместных физических усилий, которые нужно направить на процветание Молдовы, необходимы и силы духовные. За них сегодня молились в храме святого Георгия, рассказывал и пископ Кагульский, и Камратский. «Поговорили с Богом, помолились, чтобы Господь помолит нам святого великомученика Георгия, который является покровителем города Таракли, которым является покровителем храма и который является нашим покровителем, чтобы Господь вам даровал здравие, чтобы Господь вам даровал здравие и телесное, и духовное, чтобы мир Божий был всегда в ваших душах, в ваших семьях, в наших городах, в нашей стране, да и во всем мире. И пусть храмит вас Господь на многое и благое лето». Самые добрые пожелания сегодня звучали отовсюду. Послы и уполномоченные лица Белоруссии и Болгарии, представители Российского центра науки и культуры, общин и организаций. Особенно тепло был встречен с зрителями первый секретарь районного комитета коммунистической партии Виталий Глебов. В его бытность был воссоздан Тараклийский район. «Спасибо. Судьба так посчастливилась мне, что я был направлен первым секретарем райкома партии вновь воссоздаваемый Тараклийский район. Это был мой шестой район, и, конечно, я как бы его воссоздавал, и все критика, все хорошее, это могли сравнивать со мной. Я благодарен людям за то, что они меня поддерживали. Мой, может быть, иногда характер такой жестковатый, но в то время по-другому нельзя было. Я рад, что я стою на этой площади, которую мы сделали за три месяца, и провели первый парад первомайский здесь, на этой площади. Я низко кланяюсь этим людям за то, что они меня поддерживали. И когда я приезжаю сюда, я, конечно, волнуюсь, чисто по-человечески. Встречаться с людьми, с которыми ты работал, и которые тебя помнят столько лет, это самое счастливое должно быть для человека. И я желаю вам, дорогие друзья, всем здоровья, любви, преданности друг к другу. И делите горе друг с другом, а и счастье делите пополам. Только благодаря жителям города, которые будут держаться вместе и преодолевать все невзгоды, возможно успешные будущие тераклии, ведь створит его каждый в эту самую минуту. В народе говорят, что населенный пункт Бесеркви – это как птица с одним крылом. Народ без веры – это народ, обреченный на гибель. Поэтому все 204 года эти три постулата – вера, единство и надежда на светлое будущее – позволяла тераклицам всегда достигать определенных достижений. И я надеюсь, что и в будущем эти незыблемые постулаты будут помогать нам развивать наш любимый город. Красоты любимого города можно было увидеть, не уходя с центральной площади. Напротив сцены проходила выставка юных художников детской школы искусств в Тараклии. Это был конкурс, где были определены и награждены победители. Я выбрала это место для рисунка, для того, чтобы показать, что в Тараклии живут не только болгары, но и русские, гагаузы, молдаваны и разные другие народы. Я решила принять участие в этом конкурсе, ведь принимать участие – это всегда интересно, и ты надеешься, что получишь какое-то место, приз, и это интересно. Тараклии – это очень красивый город, и я изобразила олени, скамейку, церковь. Мне очень нравятся эти достопримечательности, и я думаю, что Тараклии – это самый лучший город. Свой след в истории об этом дне оставил сегодня Георгий Танов. Он написал книгу о восстановлении храма святого Георгия. В публичной библиотеке прошла презентация его труда. Консультантами автора стали написавшие монографию Тараклии «200 лет» Иван Думинника и Николай Червенков. Георгий Танов вложил большую работу, энергию, чтобы отразить, показать, как был восстановлен храм святого Георгия в Тараклии. Это очень важный этап. Дело в том, что мы закончили до 1940 года, описали, как создавался, как действовал в XIX веке, как в начале века, а отсутствовал вот этот период. Очень важен труд Георгия Халампевича для будущего поколения, потому что, знаете, забывается, уже забывается, многие старожилы умирают, и остается вот эта книга. Важно, что автор, работая с книгой, именно обратился к этим старожилам. Он применил еще редкие источники, относящиеся к тому, как восстанавливалась церковь. Он показал все имена, кто восстанавливал эту церковь, показал, как формировался в Тараклии церковный хор, кто входил в этот церковный хор. Сведений об этом периоде жизни церкви с момента ее восстановления, а разрушена она была в 68 году, очень мало. Два года ушло у Георгия Танова, чтобы собрать данные, фотографии и выпустить книгу. Время идет. Хотелось бы, чтобы люди знали, кто восстанавливал нашу церковь, особенно в годы 90-е, потому что в 89-м году, в принципе, начали разваленную церковь разбирать до конца, до фундамента, на существующем фундаменте, начать строительство нового храма. И в 1994 году он был освящен, и с того момента люди по сегодняшний день ходят в храм. Еще одна неизменная традиция праздника Дня города – соревнования по вольной борьбе. Прямо на центральной площади, на небольшом ковре, ближе к вечеру, проходили финальные схватки. Николай Дели, тренер детской и юношеской спортивной школы, тоже сыграл роль участника. Соперник Мамон, если не ошибаюсь, фамилия его, впервые вижу, впервые встречаюсь. Довольно-таки тяжело прошла встреча, давно не тренировался, он подготовленный, видимо. Ну, стал тяжелой встрече, но добился своего. Ребята с Олипержи принимали, с Новоселовки. Вот этот Мамон, я точно не знаю, с какого города. Ну, и наши Тараклийские ребята, спортивная детская и юношеская школа. И благодаря нашим спонсорам, значит, их немало, благодаря им у нас очень много призов. Даже, наверное, будем награждать и второе, и третье место. Только непонятно, почему у нас другой клуб не выступал. Ну, мы ждали, что они будут тоже выступать. Но сами справились, хорошо прошло все. Определив победителей, спортсмены разошлись, уступив место концертной программе. После соревнований потихоньку стали собираться люди. Ведь по программе сейчас на сцену выходит любимый ансамбль песни и танца «Родолюбие». «Родолюбие» «Родолюбие» «О Intern Dustin!» «Родолюбие» На ритмичные и игривые звуки музыки и звонкие голоса вокальной группы собирается народ. И не только послушать и насладиться искусством танца. Настоятель храма святого Николая Чудотворца Василий вместе со своими прихожанами начинает танцевать болгарскую хору, постепенно увлекая и зрителей. Судя по всему, было много недоуменных взглядов в сторону священнослужителя, что настоятель счел необходимым объяснить. Защо священника трябва да играе хоро? Но священника е този, който трябва да бъде с народа и в радост, и в скърби. Днес е деня за нашата радост. И Христос ни припоръчал да се радваме, но се радват само тези, които вярват. А тези, които не вярват, няма на какво да се радват. За това, за да имаме радост, трябва да видим всичко, което е хубаво около нас. А около нас има много хубави неща. Ние сме се появили на Белия свят, а можехме и да не се появим. Ние имаме семейство, а можешме и да гинямаме. Ние имаме деца, а можеш и да гинямаме. Ние имаме здраве, а можеш и да гинямаме. За това, нека да благодарим за това, което имаме. Этот день стал действительно днем радости для многих жителей и гостей города, которые пришли сегодня на праздник. Хорошая погода, музыка, танцы, общение и неожиданные встречи. В такие моменты, как сказал отец Василий, необходимо ценить то, что в жизни есть. Все хорошо, прекрасно, праздник отличный, настроение хорошее, все хорошо. Одни положительные эмоции и радостные. То, что в коллективе родолюбие выступало, очень красиво все было. И то, что священник пожелал всего хорошего в городе, я присоединяюсь к этим словам. Все нравится, очень интересно. Мы выступали, нам аплодировали, все очень красиво. Вот слушали музыку, танцевали, все вместе, дружно. Сейчас вот наша музыка, вот эта, которая наша молодежная, мы это любим. Праздник замечательный, очень все красиво и действительно душа радуется. Спасибо огромное всем, кто организовал этот праздник. Мне кажется, что сегодняшний день самый красивый, весенний и счастливый для всех тараклийцев. Я думаю, что сегодня нет такого человека, чтобы был не счастливый. По-моему, все здесь. Мне кажется, утром поднялись уже счастливые люди, что такой хороший праздник. Всем спасибо. Супер! Мы недолго здесь побули, но впечатления огромные. Большое спасибо устроителям нашего этого праздника, то, что устроили. Спасибо большое. Всех поздравляем с праздником, впечатления самые хорошие, молодцы. Организаторы постарались. Хорошо, весело всем, погода хорошая. Всем хорошо сегодня. Все нравится, праздник очень хороший. Праздник – это хорошо, что люди пришли отметить 200 лет городу. Грама Святого, Святого Георгия. Все красиво, хорошо, приятно. Что пожелали бы любимому городу, Птенея, конечно же, всем здоровья, удачи. Оптимизма. Верить в все лучшее, и все будет хорошо в нашей жизни. Как по старшинству я, конечно, всем желаю здоровья. А остальное все будет. Чтобы всем жили в мире, в добре, чтобы никогда не было шор. Хотелось бы пожелать всем жителям Тараклии, чтобы каждый участвовал в жизни города. И, конечно же, пусть наш город процветает, и пусть все жители будут счастливы в нем. Всего самого наилучшего, ханья, добра и всего самого хорошего. То же самое. Я хочу, чтобы наш город развивался и был красивее. Счастья всем людям, здоровья огромного, успехов в каждом доме. Всем добра и мира. Процветания, удачи и благополучия. Удачи, удачи, всего самого хорошего. Чтобы город процветал, жил красиво. Желательно, чтобы побольше народу было, чтобы все были веселее, счастливы. Всем всего хорошего. Хорошее настроение в день рождения любимого города было гарантировано. Вечерняя программа стала кульминацией праздника. С шести вечера на сцене выступали звезды Тараклийской и Республиканской эстрады. Уже ставшая родной группа «Луми» из Кишинева, цыганский ансамбль, участник полуфинала молдавского отборочного тура на конкурсе Евровидения Самир Логин и Нелли Чубану.